Своё выступление Владимир Путин начал с темы пандемии коронавируса. Он поблагодарил всех людей, чей труд позволил пережить стране самые трудные времена. Но расслабляться рано. Ковид пока не побеждён. Сегодня Россия обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса. И это прямое воплощение растущего научного потенциала нашей страны. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительства, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России. Сделайте прививку. Программу туристического кэшбэка в этом году продлят россиянам, купившим путёвки в отечественные санатории и на курорты, компенсирует 20% стоимости. Также государство оплатит половину стоимости путёвки при поездке детей в летние лагеря. Дополнительные возможности появятся для студенческого туризма. В первую очередь будут поощрять молодёжь, которая проявила себя в олимпиадах и в спорте. По словам президента, работники скорой помощи, которые взяли на себя основной удар во время пандемии, должны быть обеспечены всем необходимым. Также надо больше внимания уделить здоровью населения в условиях распространения коронавируса. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Президент высказался и о региональной политике в России. Губернаторы, которые поддерживают свой регион, в почёте. Владимир Путин назвал одной из главных бед губернаторов долговое бремя бюджетов. Правительству Российской Федерации было поручено до июня представить предложение по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов. Для тех, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% доходов, надо заместить её бюджетными займами с погашением до 2029 года. Поддержку получат регионы, которые проводили взвешенную долговую политику. Подчеркну, реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономики. Тем более, что мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? А именно, так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты. Поставки не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. В России действуют системы выплат на первого и второго ребенка. В 78 регионах выплаты производят на третьего ребенка – 11 300 рублей в месяц. С 1 июля текущего года детям, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата в 5650 рублей по стране в среднем. А женщинам в положении, испытывающим материальные трудности и вставшим в ранние сроки на учет – ежемесячную выплату в 6350 рублей. Больничный по уходу за ребенком до 7 лет будет выплачиваться в размере 100% от заработка. Продлена программа материнского капитала. Теперь его выплачивают за рождение первенца. Сумма проиндексирована и составляет 640 тысяч рублей. В августе, чтобы собрать ребенка в школу, все семьи с детьми получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Виктория Шарая, События.